МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главное событие нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите выпуски. СМС того света. Спам от таксистов заставил ижевчанца дрогнуться. Мне уже под закат лет предлагают увезти на кладбище и закопать за 80 штук дней. В каждой маршрутке поглона системы спутниковой навигации. Автоперевозчики должны оборудовать все свои транспортные средства. Новые требования вступили в силу 1 января. Подробности расскажет Анастасия Редько. Просветитель, поэт и великий культурный деятель. 115 лет сегодня исполнилось Кузюбай Герду. Какими сто лет спустя стали места, в которых он когда-то собирал свой исторический материал, узнала Яна Городилова. СМС от мамы одной на сотню ижевчан. Участниками такой незатейливой рекламной акции от службы такси люди стали поневоле. Всем им пришли сообщения на телефон с таким содержанием, что многие вызывали скорую. Сегодня изобретательные пиарщики в центре расследования компетентных органов. Дмитрий Вороновнин подробнее. В минувший уикенд Владимир Чудинов почувствовал себя героем фильма ужасов. Ежевский пенсионер получил СМС, после которого родные весь вечер отпаивали его валидолом. Солнышко, экономь деньги. Звони по телефону такси. Доедешь до меня за 80 рублей. Жду мама. Мама Владимира умерла 17 лет назад. Мне уже под закат лет предлагают увезти на кладбище и закопать за 80 рублей. Я был в шоке. Просто не знал, как это. Это или издевательство над человеком, или еще что-то. Значит, меня откачали. Значит, магнезию мне жена вела. Ладно, слава богу, что она у меня медик. За неделю подобные СМС в графе отправитель, которых значилась мама, получили почти 100 ижевчан. Неудачная пиар-акция одной из служб такси возмутила многих. Люди хватались за сердце, за успокоительные и за трубки телефонов. В управление Федеральной антимонопольной службы Удмуртии уже отправлены десятки заявлений с просьбой наказать недобросовестного рекламодателя. Наверное, нужно как-то рассмотреть эту ситуацию в компетентных органах и не оставлять убийство внимания. И как-то привлечь какой-нибудь ответственности. Потому что привлечение клиентов – это одно, а играть на чувствах абонентов – это совершенно другое. Специалисты республиканской антимонопольной службы усмотрели в действиях службы такси нарушение статьи 18 закона о рекламе. Никто из получивших СМС не заключал соглашение со своими операторами сотовой связи на рассылку таких извещений. Правда, вот найти отправителя, считают, в Уфас, будет крайне сложно. Как показывает практика, данные субъекты находятся не на территории даже нашего региона. Вот на настоящий момент мы смотрели через интернет данный номер телефона. Он находится, владелец, скорее всего, что находится на территории другого региона. Поэтому мы будем, вернее, уже подготовлены запросы, в том числе в Роскомсвязьнадзор, для того, чтобы нам такую информацию предоставили. Если отправитель будет найден, то по административному законодательству ему предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Вот только возместить моральные переживания тех, кто получил СМС-спам, будет невозможно. А уже со следующего года за таксистами установят инновационную слежку. К 2014-му автомобили службы такси должны быть оснащены спутниковой навигацией. В этом году установить ГЛОНАСС российское правительство обязало тех, кто занимается перевозками в общественном транспорте. Помогут ли космические системы навести порядок на дорогах Земли, расскажет Анастасия Редько. Это у нас автогрейдер, который принадлежит Ижевскому дорожному предприятию. И вот в данном случае он едет со скоростью 4 километра. В режиме онлайн в две смены здесь следят за работой дорожников. За теми, что ответственно за уборку межгородских и пригородных трасс. В прошлом году эти предприятия оборудовали свои машины средствами навигации. И сегодня вся информация о работе снегоуборочного транспорта у инженеров на мониторах. Пройденные маршруты сохраняются в электронный архив. И при спорной ситуации их можно поднять и просмотреть любой рабочий день дорожных служб. Допустим, случилось ДТП и обвиняют дорожные предприятия в том, что был гололед, то есть не почистили дороги. А если мы поднимаем архивы и смотрим, что машина ездила с опущенным ковшом, она все почистила, то, естественно, к дорожникам никаких претензий. Здесь, в региональном навигационно-информационном центре в Удмуртии, он заработал с этого года, будут мониторить еще и пассажирский транспорт, опасные грузы, тяжеловесы и школьные автобусы. Под наблюдением окажутся почти 4000 транспортных средств. Имеется с нового года навигатор ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-ГПС. Перевозчиков обязал законодатель. Подключать к спутнику начнут сперва межгородские и пригородные автобусы. ГЛОНАСС должен повысить уровень безопасности пассажиров. Тревожная кнопка срабатывает на мониторе у диспетчера, и уже непосредственно при вызове водителя можно будет узнать ситуацию в данный момент, или это ложное срабатывание, или произошла какая-то авария, и уже вызвать необходимое диспетчерское то ведомство, которое отвечает за ту или иную ситуацию. Такая инновационная слежка должна навести порядок и на дорогах, так считают авторы законопроекта. Да и руководитель предприятия будет знать, в какой точке города находится та или иная маршрутка, а в случае поломки быстрее сможет ее заменить. В Минтрансе Удмуртии говорят, перевозчики к такому нововведению готовились. Многие автотранспортные предприятия, системы навигации, свимаршрутки оборудовали еще до введения новых правил перевозки пассажиров. Нам перевозчики отражали по ГЛУНАСС-ГЛУНАСС-ГПС об установлении данного оборудования. На 1 января 2013 года в Удмуртской республике пассажирский транспорт оборудован в количестве 1090 единиц. Тех автоперевозчиков, кто спутников и навигаций еще не оборудовал свой транспорт, будут с 1 апреля штрафовать. Суммы штрафов большие – десятки тысяч рублей. А если и это не подействует, предприятие может лишиться лицензии. Кстати, с 2014 года ГЛУНАСС обяжут подключить и службу такси. Не пишут регламенты, срывают реформу. Сегодня с такой резкой критикой глава президентской администрации обрушился на своих коллег-чиновников. На традиционном совещании Александр Горяйнов доложил главе Удмуртии список министерств. Почти вине два десятка государственных услуг в электронном виде запустить не получается. Я говорю сейчас о одном узком направлении – описать каждую услугу, как она должна представляться, чтобы люди, граждане и организации, получающие эти услуги, четко представляли свои действия и знали, как общаться с чиновниками. Самый нерасторопный комитет по делам семьи и демографии из шести регламентов не готовы шесть, из десяти не готовы шесть. В списке также Минздрав, Минспорт, Минстрой, Минобраз и Министерство культуры. Самым сознательным оказалось Министерство по социальной защите населения. Из полсотни услуг, которые ведомство должно оказывать в электронном виде, не готова только одна. Причем с документами чиновники затянули всерьез. По закону эту работу нужно было завершить еще 1 июля прошлого года. Александр Волков на исправление ситуации дал две недели. Жильцы домов по улице 9 января просят поторопиться коммунальщиков. По прогнозам синоптиков, через пару дней в республику придут крещенские морозы. Днем обещают до минус 30. А батареи в этих многоэтажках чуть теплые. В некоторых квартирах столбик термометра не подымается выше 17 градусов. В проблеме разбиралась Елена Лебедева. Вот батарея совсем холодная. Вот вниз батареи, пощупайте сами. Она вообще не предлета вниз. И пол очень холодный. Каждую зиму Наталья Шиляева обивает пороги своей управляющей компании. Требование у пенсионерки одно, чтобы в квартире стало хоть немного теплее. Термометр здесь даже до минимальных, что положено по ГОСТу, 18 градусов не поднимается. Чтобы согреться, Наталья Шиляева каждый день приходится одеваться во 100 одежек. Теплые фуфайки, шерстяные носки, валенки. Сейчас это самое незаменимое в домашнем гардеробе. Но больше всего обидно пенсионерке, что теперь из-за холода в квартире даже трехлетний внук не приезжает в гости. Мы написали всем подъездным письменно на имя Губаева. Значит, вот это весь подъезд подписался, что у нас холодно. На это просто отписки, как будто заготовки, как будто даже они не читали. Мы с 90-го года живем в этой квартире, мы все мерзли. Замерзают в своих квартирах не только жители 185-го дома, но и еще с десяток таких пятиэтажек. В управляющей компании только разводят руками. Все, что в их силах, лишь сделать перерасчет. Но от этого теплее не станет. Себя виновными не считают. Износа системы теплоснабжения нет, дом не старый. В компании полагают, что удмуртские коммунальные системы в недостаточном объеме подают температуру. 26 декабря дали телефонограмму ВУКС, то, что пониженная температура. И 10 января вышли на работу и тоже замерили температуру. И тоже занишение температуры подачи по отоплению. Мы в телефонограмме пишем, что подача температуры 78 градусов, обратка 43. Просим нормализовать подачу по отоплению. Сегодня специалисты удмуртских коммунальных систем приезжали замерять температуру в квартирах и проверили местную ЦТП. По данным ВУКСа, показатели температуры и давления на ЦТП в пределах нормы. А вот температурная разница в квартирах в зависимости от этажа существенно отличается. На последнем, к примеру, воздух прогревается не выше 20, на первом этаже все 26. И, как говорят специалисты ВУКСа, именно управляющие компании, надо тщательно обследовать систему дома. Дом очень большой, имеет большую систему отопления. Такие дома обычно страдают, когда, допустим, в ходе эксплуатации какие-то конструктивные изменения вносятся, либо сами жители инициатив проявляют там количество секций, радиаторов меняют, либо вообще стыки. Мы это на вводе, общие параметры, на общем вводе обеспечиваем. И даже если мы нормально обеспечим, то может получиться так, что не во всех квартирах будет достигнута комфортная температура. В любом случае специалисты ВУКСа еще продолжают работать на месте, обследуют соседние дома. Тем временем синоптики предупреждают, к концу недели в Удмуртии снова придут 30-ти градусные морозы. Елена Лебедева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». К слову, ВУКС сегодня сказал, сколько управляющие компании и ТЖ задолжали поставщику за тепло. Общий долг составляет почти 2 миллиарда рублей. Лидер в списке злостных неплательщиков Ишкомцентра за должность более 122 миллионов. Второе непочетное место занимает управляющая компания «Ореола», у нее 44 миллиона. Но в должниках ходит и ТСЖ. Например, жилой комплекс «Пушкинский» за тепло не заплатило 3 миллиона рублей. В судебном порядке придется решать вопросы с собственниками, проживающими по адресам Воровского, 143, Липкнихта, 26, Пушкинская, 289. Все они имеют за должность более миллиона рублей. В Ижевске откроют школу фигурного катания. Сегодня об этом заявил глава Удмуртии. Возможность создать профильную детско-юношескую школу появилась с открытием «Олимпийца». Президент уверен, крытая ледовая арена – реальная возможность уйти от дорогих секций и сделать этот вид спорта доступным. 120 человек на весь Ижевск, во-первых, это мало, далеко не все желающие могут привезти своих детей, потому что все, что там сегодня, это все только на платной основе. А сейчас это лед будет бесплатный, тренер будет оплачиваться бюджетом, содержание «Олимпийца» будет оплачиваться бюджетом. А значит, родительская плата за занятия станет подъемной. Талантливых ребят прибавится, а чтобы выбирать и растить звездочек в планах республиканских властей, пригласить на работу в Ижевск именитых тренеров по фигурному катанию. Напомню, что уже две удмуртские фигуристки сегодня в сборной России готовятся к Сочинской Олимпиаде. К слову, и первые стройки этого года – спортивные. В Ижевске возьмутся за 50-метровый бассейн, в Вовоже за комплекс с ледовой ареной и бассейном. Сегодня горожане, проходившие мимо Национального музея, могли слышать стихи Кузибая Герда. Их читали в честь 115-летия известного удмуртского поэта и общественного деятеля. К этому дню в музее развернули специальную экспозицию «Время жатвы». Это уникальные этнографические предметы и фотографии, собранные Кузибаем Гердом в ходе научных экспедиций по удмуртским деревням. Яна Городилова увидела их одна из первых. 115 лет назад в деревне Большая Доки в удмуртской крестьянской семье родился пятый сын, которого при крещении назвали Козьмой. Спустя 20 лет Козьма Чайников откажется от своего христианского имени, возьмет творческий псевдоним Кузибай Герд. Под этим именем он войдет в историю страны как культовый общественный деятель, просветитель, этнограф и великий поэт. Герд по-удмуртски означает «узел» или «связь». Псевдоним более чем говорящий. Эта фамилия больше прочих известна непросвещенным в истории. Что знают современные удмурты о своем выдающемся соотечественники, решили выяснить сотрудники нацмузея и отправились в экспедицию по следам исследователя. Мы побывали в тех местах, где сам Герд был, в тех местах, о которых он писал в своих поэмах и стихах. Видели тот же самый родник Эльбая Шмес, который воспет в его поэм. Первый сюрприз ожидал историков в деревне Малиновка, точке первых фольклорных поисков Герда. Там он собирал народные песни. В 80-х селение вымерло, но в 92-м урожденный малиновец Анатолий Егоров вернулся на родную землю, чтобы возродить деревню. И первым делом посадил этот яблоневый сад, который когда-то предложил разбить малиновцам гостящий у них кузибай Герд. Помимо огорода у него еще был свой сад у каждого жителя. И вот для данной территории это не характерно. То есть это является уникальным явлением. Из каждого места привезли по трофею. Домашние утвари начала 20-го века, фото времен Первой мировой и советские депутатские удостоверения. Улов не такой сенсационный, как у Герда, и большой исторической ценности не имеет. Но сам факт того, что эти вещи сохранились, как нельзя лучше говорить о живой памяти поколений. Я наградила Вилья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Это все на сегодня. Информационную картину дня дополнит новости спорта. До встречи.